приветствую всех кто заглянул на мой канал роскошные ароматы и в сегодняшнем видео я хочу рассказать вернее показать один аромат а рассказать о втором поскольку более подробный отзыв у меня уже есть на этот аромат а в частности я хочу показать аромат от eccentric molecules eccentric номер 5 у меня недавно вышло видео ну как недавно относительно недавно вышло видео где я купила от levante этого аромата где я его разнашивала и он меня покорял все больше и больше с каждым днем и все-таки я не удержалась и несмотря что сезон сейчас вообще не для этого аромата не для этого парфюма я решила взять полноразмерный флакон и вот тут у меня появился посмотрите как он выглядит выглядит он так же как и все молекулы это обычный самый стандартный вот такой вот флакон прямоугольный идут они без крышек причем у меня есть молекула новая мандарин в товарной версии она идет без крышки а это у меня тестер он тоже идет без крышки ну такая у них фишка я так считаю я не буду этот аромат сейчас описывать очень очень детально и брошу ссылочку в инфобоксик перейдете по ссылочке посмотрите мой детальный обзор на этот аромат меня этот аромат настолько зацепил именно вот своей какой-то необычно можжевеловостью хвойностью в перемешку с этими цитрусами в перемешку с какими-то травами но не в плане травушки-муравушки а вот там лавр лист инжира базилик и кипарис и цветов здесь например для меня практически нет для меня это цитрусы это какие-то деревья хвойные не хвойные это какие-то листья и конечно же дерево дерево здесь тоже хорошо отчетливо слышно и вот для меня это самый удобоваримый носибельный можжевелово-цитрусово-деревяшечный аромат для женщин он прекраснейше подойдет и для мужчин также это не значит только женщины могут им пользоваться но не знаю для меня этот вот такой я так думаю будет мастхэм на лето сейчас к нему рука не тянется а вот летом жаркой такой весной или даже еще теплой осенью ну думаю пойдет на ура обожаю он мне настолько понравился что девчонки говорю планировала купить где-то ближе к лету но вижу что я не успокоюсь пока его не приобрету красивенный аромат красивенный если вам нравится подставки или вот вещи из можжевельника очень часто каких-то ярмарках какие-то частики их продают и вот когда подносишь эту поставку близко к носу вот это вот эксцентрик номер пять но перемешку с цитрусами с каким-то другим деревом с вот этой хвоей красивенный аромат красивенный несмотря что количество нот там зашкаливает но вычленить вот так по отдельности всех это немножечко мне кажется такая непосильная задача но аромат красивый то есть мне кажется либо вы уйдете с ним как говорится в запой ну либо мне кажется он вам вообще не зайдет будет казаться либо очень мужским для женщин все может быть но мне он понравился девчонки мальчишки я вот просто вот даже сейчас у меня уже пробник закончился вот в чем вопрос я уже пробник допшикала что у меня просто закончился и этот аромат я периодически наношу на себя и вот просто ну как говорится балдею вот честно вот балдежный аромат шикарнейший вот из всех молекул мне очень нравится но новинка вот это первое мандарин остальные к сожалению я еще не тестила это пачули и ирис и вот эксцентрик номер 5 вот тоже любовь-любовь-любовь классный ну и аромат который у меня совершенно совершенно новый причем и марка новая и аромат это этап либо дранж архив 69 но историю этого аромата я не буду пересказывать там много всяких текстов подтекстов и с определенным характером для так сказать канала 18 плюс я не буду это все пересказывать я думаю кому интересно уже все это давно знают и сейчас поделюсь своим мнением об этом аромате ну во первых посмотрите какой флакошек это у меня 50 миллилитров это для меня действительно самый не парфюмерный парфюм из всех моих ароматов это настолько необычный парфюм он настолько интересно и действительно по нишевому звучит что вот я была просто в шоке как и с ним познакомилась познакомилась я им с ним следующим образом при заказе одного из парфюмов обзор которого я уже сделала я выбрала пробники первый пробник это был фрапан парадипердю а второй от архив 69 я специально его не включила в предыдущий обзор поскольку я уже знала что я буду заказывать флакон я этот флакон заказала и вот он мне пришел почему взяла небольшой ну честно скажу была неплохая цена именно на 50 миллилитров и думаю если что буду пользоваться сама но может немножечко еще разопью и так аромат архив 69 от этап либо гандж для мужчин и для женщин то есть унисекс основные аккорды теплый пряный амбровый камфорный сладкий фруктовый бальзамический мягкий пряный дымный мускусный цветочный то есть аккордов здесь много и как видите но настолько не ну не то что противоречивы то есть и пряный и сладкий здесь и фрукты и бальзамичность и дымность то есть как-то все намешано аромат выпущен 2011 году то есть не новичок парфюмер кристина джель если вы ну даже мельком вот так вот глянете на ноты то ноты очень необычные то есть на розовый перец паприка слива ладан орхидея в средних то есть же сочетание такое своеобразная база это вообще камфора бензоин мускус и почули я когда этот аромат получила и нанесла на себя я подумала о чем он я не могла определиться о чем он то есть цветы нет какая-то перечность пудровости цитрусовость нет то есть я себя мучила вот и думала о чем этот аромат единственное могу сказать что для меня здесь конечно камфора есть камфора для меня здесь вот как-то не знаю почему но вот сразу звучит может быть это камфора с бензоином мускус как-то не знаю не могу вычленить вот камфора бензоин вот это начальные ноты и когда я прочитала в одном отзыве что это вот аромат вот какой-то картонной коробки да вот где карандаши лежат или просто картонной по коробке где вот посылки которых высылаются посылки вы знаете что то такое есть причем вот такой новой да не которая уже там лежит где-то у вас там на балконе а вот действительно новенькая эта картонная коробочка кажется аромат не парфюмерный здесь ну нельзя вот я не могу его отнести вот к цитрусовым или фужерным или шипровым нет я вообще не понимаю какой категории аромат относится честно говоря хотя по фрагрантике он относится группе восточные пряные ну пряность да некая есть ну возможно восточность но это не так классическая восточность вот которой мы привыкли к сожалению к сожалению те ароматы с которыми сравнивают архив 69 на фрагрантике я не с одним из них не знакома поэтому вот не могу сказать похож не похож но то что аромат необычен то что действительно можно отнести к такой нише не просто ниша как говорится по названию а по сути обычные люксы или обычные такие среднестатистические ароматы а вот ниша с большой буквы n я бы так сказала у меня таких ароматов вообще нет я никогда такого не тестила вот действительно что-то такое камфора вот ну может какая-то дымность потому что ладан я так уже начинаю его вычленять проскальзывает но вначале это что-то такое камфорно-картонное потом появляется вот действительно вот эта ладанность возможно к это специи возможно перчик но как-то паприка честно сказать ну я так знаю вот когда паприку это перец обычный да большой такой красный зеленый какой-то бывает вы где-то на салат нарезаете вот слышится вот этот аромат здесь ну как-то это 50 на 50 то мне кажется что он есть то мне кажется что он нет а вот цитрус и и вот какие-то цветы для меня здесь абсолютно отсутствует вот и не могу я этот аромат отнести вот каким-то однозначно теплым однозначно холодным если так честно то все-таки не для меня он более теплый ежели холодный думаю все таких камфора ладанс дают вот этот ощущение теплоты какой-то понимаете что мне не нравится в этом аромате и в этой марке поскольку я еще готовлю отзыв на 3 от ливанта 3 от ливантика у меня есть я еще их тестирую поэтому пока не включила в это видео они как-то для меня сидят очень близко близко к коже они не особо шлейфовые то есть и вы можете облиться этим ароматом но вот такого шлейфа да вот прям вы прошли за вами этот шлейф будет стоять пять минут десять полчаса нет этого нет но тем не менее они слышатся и вот даже как-то меня спрашивали об этом аромате у такой интересный аромат но сказать что прям за вами будут бегать и и спрашивать что за аромат я думаю что нет но возможно это и хорошо возможно это и хорошо причина ком-то отзыве что сравнивать какой-то мазью такой которая вот мы мазью которая используется для того чтобы согреть мышцы да вот что то есть такое но мне кажется вот этот компонент когда бы мать натираете и вот руки после этого источает такой какой-то аромат вот есть тоже в этом аромате соглашусь со многими отзывами что это самый странный парфюм я когда смотрела девчонок которые тоже влюбились в этот парфюм по пробникам нельзя по затестам и как-то когда я его первый раз нанесла я не поняла думаю какая там любовь кто влюбился что влюбился вот что-то действительно абсолютно не парфюмерное то есть не то что мы привыкли вкушать нашего тела в качестве парфюма или в качестве парфюмерной одушки нет он вообще ни на что не похож вот я его называю самый странный самый необычный парфюма и коллекции все такого даже те пробники которые мне пришли от этой марки они не сравнятся с архив 69 не знаю вот действительно что-то камфорно-ладанное с такой небольшой остринкой может быть цитрусы кто-то услышит я как-то их не особо слышу больше теплый нежели холодный при этом не кислый абсолютно не кислый не сладкий не знаю не какой-то травянистый не акварельный вот я не знаю вот для меня такое самое такое первое сравнение это новая какая-то картонная коробка вот что-то такое я честно говоря когда читала эти отзывы я думала как может вот это картонная коробка имею ввиду аромат запах картона нравится я не знаю вот почему-то когда мне пришел этот пробник я его сначала вообще не поняла потом но все-таки интерес это как говорится одна из главных черт женщин и все равно его наносила наносила пока вот не решилась на покупку вот не знаю почему-то захотелось минимум на флакон этого парфюма но но как я сказала минус это стойкость это отсутствие такого шлейфа вот которого хотелось бы и соглашусь наверное что действительно унисекс то есть и на мужчинах будет круто звучать и на женщинах шикарный но повторюсь уже сто тридцать пятый раз вот эта марка этап либер даранш конечно же экзотесту обязательно поскольку у меня давно был пробник путан который для меня это был фу и до сих пор фу есть еще у меня три пробника некоторые из них просто для меня балдеж кстати не совсем о них могут быть хорошие отзывы а некоторые как о которых отзывы такие хорошие положительные для меня это просто фунт вот эту марку конечно же девчонки и мальчишки желательно тестить это однозначно однозначно но то что это что-то такое нишевое интересное стильное самобытное необычное странное в общем можно тут называть кучу эпитетов это да это есть но вот эта странность притягивает вот это необычность затягивает причем до такой степени что вот хочется именно флакон шикарный аромат необычный но шикарный поэтому девчонки и мальчишки если вам этот аромат интересен я его распиваю конечно же но очень мало либо 20 либо 30 миллилитров разопью если остаток оставлю себе вот сейчас осенью у я им пользуюсь удовольствием он мне как-то идет на душу мне нравится что вы можете нанести сколько угодно пшиков на работу и при этом никого не задушит не убьет и все равно вы будете вкушать в большей степени меньшей степени аромат вот этого парфюма до понравился понравился зацепил соблазнил так сказать ой вот такие мы женщины как легко нас соблазнить да вот не знаю вот меня понимаете чем меня удивил этот парфюм это уже так болтология пошла что при первоначальном затесте он мне не стал фу вот как обычно иногда это тестирую аромат ой фу какая гадость да ваша заливная рыба ну или нравится аромат либо не особо нравится но я понимаю что то приятно здесь же для меня это был шок я два дня не могла вообще как-то прийти в себя собраться с мыслями что это вроде и не нравится не могу сказать что не нравится нравится тоже не могу сказать что-то такое необычное что постоянно хочется его вкушать и понять к чему это все зачем это все понимаете и для меня вот это такая загадка природы ну прям я не знаю как какое-то нло но рада что есть рада что прикупила рада как слон между прочим и поэтому сейчас вот пользуюсь с удовольствием с удовольствием но есть такая одна особенность что аромат на коже не особо у меня например стойкий а вот на одежде на свитере на кофте особенно если это натуральная ткань или какие-то там хотя бы какой-то процент натуральных нитей так сказать он держится неплохо хорошо и когда ветер дует тоже он так знаете развивается вы его слышите ну не знаю понравился понравился чертяка понравился понравился что я могу еще сказать и так девчонки и мальчишки вот такое вот видео мне сегодня получилось этот аромат вы можете посмотреть обзор более детальный мои первые впечатления но они абсолютно не поменялись до сих пор мне нравится до сих пор от него балдею и второй аромат это вот это вот новиночка который также меня покорила эти два аромата я распиваю если вам это интересно переходим вот туда вот в инфобоксик там все мои данные по распивам распи возможен от одного миллилитра теперь буду закругляться не особо много чего сказала но как-то хотелось бы поделиться своими эмоциями по поводу вот этого архива 69 до интересный аромат поэтому если вам видео понравилось то ставим пальчики вверх также не забываем подписаться на канал иконка где-то здесь но при этом нажмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео и кстати хочу я снять также отзыв на три аромата от этап либо рандж но они появятся немножечко позже ну а теперь буду закругляться поэтому всем пока пока и до скорых встреч до скорых встреч